Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции – общие сведения об экспертных системах. Мы продолжаем эту тему. По плану мы будем рассматривать следующие вопросы. Технологии создания экспертных систем, виды экспертных систем, типы задач решаемых экспертных систем, периоды идентификации проблем на области, предметные и проблемные знания. Экспертная система – это сложные программные комплексы, аккумулирующие знания специалистов в конкретных предметных областях и чирожирюющие этот эмпирический опыт для консультации квалифицированных пользователей. Технологии создания экспертных систем Экспертные системы получают широкое распространение в самых различных сферах деятельности, в медицине, строительстве, геологии, при планировании производства и на транспорте. В ходе работ по созданию экспертных систем сложилась определенная технология их разработки, включающая шесть из следующих этапов – идентификацию, концептуализацию, формализацию, выполнение, тестирование, опытную эксплуатацию. Этап идентификации. На этапе идентификации определяются задачи, которые подлежат решению. Выявляются цели разработки, определяются эксперты и типы пользователей. Этап концептуализации. На этапе концептуализации проявляется содержательный анализ проблем на области, появляются используемые понятия и взаимосвязи, определяются методы решения задач. На этапе формализации выбираются инструментальные средства и определяются способы представления всех видов знаний, формализуются основные понятия, определяются способы интерпретации знаний, моделируются работы системы, оцениваются адекватно с целем зафиксированных понятий, методов решений, средств представления и манипулирования. На этапе выполнения осуществляется наполнение базы знаний с созданием прототипа экспертных систем. Главное в создании прототипа заключается в том, чтобы этот прототип обеспечил проверку адекватности идеи, методов и способов представления знаний решаемым задачам. В ходе этапа тестирования производится оценка выбранного способа представления знаний в экспертной системе в целом. Для этого инженер по знаниям подбирает примеры, обеспечивающие проверку всех возможностей новой экспертной системы. На этапе опытной эксплуатации проверяется пригодность экспертных систем для конечного пользователя. Пригодность экспертных систем для пользователя определяется в основном удобством работы с ней и ее полезностью. Под полезностью экспертных систем понимается ее способность. В ходе диалога определяет потребности пользователя, выявляет, устраняет причин неудач в работе, а также удовлетворяет указанные потребности пользователя. Классификация экспертных систем по задаче – интерпретация данных, диагностика, мониторинг, проектирование, прогнозирование, планирование, обучение. По связи с реальным временем – статистические, квазидинамические, динамические. По степени интеграции – автономные, гибридные. Классификация по решаемой задаче – интерпретация данных – это одна из традиционных задач для экспертных систем. Под интерпретацией понимается определение смысла данных, результаты которого должны быть согласованными, корректными. Обычно предусматривается многовариантный анализ данных. Обнаружение и идентификация различных типов океанных судов. Определение основных свойств личности по результатам психодиагностического тестирования в системах Афтантест и Микролюшер. Под диагностикой понимается обнаружение неисправности в некоторой системе. Неисправность – это накопление от нормы. Такая трактовка позволяет с единых теоретических позиций рассматривать и неисправность оборудования в технических системах, и заболевания живых организмов, и всевозможные природные аномалии. Важной спецификой является необходимость понимания функциональной структуры диагностирующей системы. Основная задача мониторинга – непрерывная интерпретация данных в реальном масштабе времени и сигнализация о выходе тех или иных параметров на допустимые пределы. Главные проблемы – пропуск тревожной ситуации, инверсные задачи ложного срабатывания. Ложности этих проблем в размытости симптомов тревожных ситуаций необходимы с учетом временного контекста. Контроль за работой электростанции, помощь диспетчеров атомного реактора, контроль аварийных датчиков на химическом заводе – все это является примерами мониторинга. Проектирование состоит в подготовке и спецификации на создание объектов со заранее определенными свойствами по цификации и поднимается весь набор необходимых документов – чертеж, пояснитель, записки и т.д. Основные проблемы здесь – получение четкого структурного описания знаний об объекте и проблемы следа организации эффективного проектирования. Необходимо формировать не только сами проектные решения, но и мотивы их принятия процесса, выполняемых в рамках соответствующих эксперт-систем. Процесс вывода решения и процесса объяснения Прогнозирующие системы логически выводят вероятность следствия из заданных ситуаций. В прогнозирующей системе обычно используется параметрическая динамическая модель, в которой значение параметров подгоняется под заданную ситуацию. Выводимые из этой модели следствия составляют одну основу для прогнозов с вероятностными оценками. Под планированием понимается нахождение планов действия, относящихся к объектам, способным выполнять некоторые функции. В таких экспертных системах используются модели поведения реальных объектов, с тем, чтобы логически вывести последствия планируемой деятельности. Система обучения диагностирует ошибки при изучении какой-либо дисциплины с помощью ВМ и подсказывает правильное решение. Они аккумулируют знания о гипотетическом ученике и его характерных ошибках. В общем случае, все системы, основанные на знаниях, можно подразделить на системы, решающие задачи анализа, и на системы, решающие задачи синтеза. В задачах анализа множество решений может быть перечислено и включено в систему, то в задачах синтеза множество решений потенциально строится из решения компонентов или под проблем. Это задача анализа, это интерпретация данных, диагностика. К задачам синтеза относятся проектирование, планирование, комбинирование задачи, это обучение, мониторинг, прогнозирование. Классификация по связи с реальным миром. Статистические экспертные системы разрабатываются в предметных областях, в которых база знаний и интерпретируемые данные не меняются во времени, они стабильны. Квазидинамические экспертные системы интерпретируют ситуацию, которая меняется с некоторым фиксированным интервалом времени. Динамические экспертные системы работают в сопряжении с датчиком объектов в режиме реального времени с непрерывной интерпретацией поступаемых данных. Квалификация по степени интеграции. Автономные экспертные системы работают непосредственно в режиме консультации с использованием для специфики экспертных задач, для решения которых не требуется привлекать традиционный метод обработки данных. Гибридные экспертные системы представляют программный комплекс, агрегирующий стандартные пакеты прикладных программ и средства манипулирования знаниями. Это может быть интеллектуальная настройка под программ или интегрированная стада для решения сложной задачи с элементами экспертных знаний. Спасибо за внимание. На этом сегодняшний лекцию мы завершаем. На этой лекции мы рассмотрели технологии создания экспертных систем, виды экспертных систем. Продолжение следует...